Вопрос 117. Предавали ли анафеме еще кого-нибудь, кроме Льва Толстого? Если человек отлучен от церкви, имеет ли он надежду на спасение? На первой неделе Великого Поста Православная Церковь проводит чин анафематствования каждый год. Преданы анафеме все революционеры, еще патриархам Тихонам и все коммунисты, масоны, куменисты и другие, богохульники, еретики и сектанты. 1 Каифином 6.22. Кто не любит у Господа Иисуса Христа? 1 Каифином 16.22. Кто не любит у Господа Иисуса Христа? Анафема Маранафа. Галатам 1 глава 8-9 стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. По смыслу Священного Писания под анафемом попадает каждый, кто занимается мифотворчеством, баснями в Церкви Христовой и говорит и проповедует не то, что проповедовали святые апостолы. Только согласно этого условия под анафемами находится большинство православных, начиная с патриарха, старообрядцев, католиков и прочих. И каждый из них, осознав это, может сказать, что нам делать. Ответ только один. Деяние 2.38.40. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп, и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на Него мрак и тьма, и Он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Все противящиеся Слову Божию ослеплены, и спасти их может только искреннее раскаяние и выход во свет Слова Божия. В православие ввели это чин анафематствование, совершенно забыв, что... Сирахов 21.30 «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». Громко кричит дьякон, хор вторит «Анафема, анафема, анафема». И ни у кого из поющих, слушающих этот акафист, на 108-й псалом не дрогнут чресла, что проклинают себя за пренебрежение, за нелюбовь ко Христу. КОНЕЦ